друзья всем привет значит хочу с вами побалакать на такую тему содержание свином маток чем кормлю я кормлю коли кормлю чим крию коли забираю і так дальше кому интересно буде интересно значить дивіться содержание свиноматок у мене без фанатизма як це без фанатизма це значить без дурної роботи і без ненужних вещей я не отношусь до цього так там з болю на серце ой надо йти йти ні такого в мене нема в мене все более по простому значит начнем сначала вот допустим у мене свиноматка вона поросилася викормила поросят 30 дней поросят я продав це їх дві таких свиноматки поросят я продав і свиноматку забрав в свободну клетку свиноматка вже покрита і свиноматка їсть у мене півтора кілограма утром півтора кілограма вечером от час вечер я її сипнув на пол півтора кілограма цей цей так само цей щоб из поросят так саме ці що в ремонтні молоді свинки вам предстарт у вас предстарт у вас свий корм і все коли ці свиноматки вже будуть там перед опоросом днів за 10-15 я їх поставлю станок для опороса станок для опороса я ставлю для того щоб свиноматка хорошо поросилася її було хорошо обслужувати у когось там якийсь укол там ще щось і вона не дави поросят це саме главное ну то есть дави буває що дави ну не так часто і не так якби і не так багато була придави одного ну в данном случае ця не одного не придавила і та не одного не придавила цій цієй п'ять як було два її три я підкинув в той шест як було так і є ну то есть не подавили в обезьянний поросят ми забрали неділю назад обезьянка теж перейшла на півтора утром півтора вечора уже загуляла ми її покрили хряком аматором і я її поставив станок потому що її щас міста свободно нема де б я їм мог виділити колєдку думав оту а щас думаю її там надо плітку доложити все короче де подпадала доробити я її назад в станок постоїть тут дні 20 і потім десь поміняюсь якось і піде вона гулять свиноматка яка опоросилася ось допустим сиділа вона на нормі і опоросилася произошел в опорос і вона опоросилася все хорошо все отлично корме поросят ці свиноматки я даю утром і вечером стартовий комбікорм тобто там і своєвий широт і премікс ну питательний високо збалансіруваний корм потому що вона кормить її я даю кілограма два з половиною утром і так же саме вечером дивлюсь що багато не поїдає весь тоді умінчаю там уже по факту і так я її кормитиму до тих пор поки вона кормитиме поросят як поросят вона от корме поросят ми заберем я подивлюсь по свиноматки ага худувата там висмактана там ще щось я продовжаю їй стартовий корм ще давати там недільку днів 10 щоб вона восстановилася ну поначалу нескільки днів мало даю щоб молоко перегоріло а даліше і лучше підкармлюю щоб вона восстановилася а потім уже перевожу на норміруваний корм в чому состоїть мій на даний момент норміруваний корм норміруваний корм у мене щас на даний момент зернова група то есть дробленка перемешку с отрубами і процентов 15 жмих подсолнечника ну макуха семечки і все більше нічого це в мене на цьому кормі сидять свиноматки які вже пісня порося то есть ось вона не висмактана нормально вона на таком так само ця на таком кормі то есть вся обычна зернова група і макуха ця на таком і і еті молоді свиноматки погоманить погоманить оце вчора покрив і все вже проситься щоб опять йому обезьяну давать і так само ці пшенична група зернова і макуха то есть жмих подсолнечника от у них буде щас туда-сюда днів 10-15 загул я перший загул у них пропускаю їм уже сьомий місяць пішов ну да тільки пішов сьомий місяць шесть місяців перший загул пропущу а на другий якщо все нормально то їх покрию іскусственно оцих двох дюрком цю я хочу покрить ландрасом після того як заберу цих поросяця вже покрита цим хряком аматором ось він ну і ось так все держу свиноматок я думаю все об'яснив кормлення 3 кг в сутки півтора утром-півтора вечером як опороситься кормлю грубо говоря 5 кг в сутки хорошого питательного корма поросят поросятам підсипаю предстартовий корм ну туда вони короче всі по-разному хто з 15 дня начинай їсти хто аж з 20 дня хто і з 25 поэтому їх небагато у ней молока хватало вони начнуть поздно їсти предстарт ці трошки їдять ну я б не сказав що значительно їх тоже небагато шесть штук ми одне і забрали той підкинули короче а так і це перший раз я покрив обіз'янку хряком то всігда іскусственно може і за іскусственного сімінення було мало поросят а зараз хряком подивимось як буде який буде опорос ну а цим у нас уже скоро 20 днів поросята ну нормальні поросята київлянка не підводить а ті поросята які у нас на откормі новость запустимо ці у цих просто вони на откормі в них корм постоянно в кормушці єсть їдять скільки хочуть і ростуть то есть ті хто на откормі це вже друга тема я вам за свиноматок розказав то есть ремонтну свиноматку оставляю яку я там хочу оставить вон вони первый загул пропускаю на другий покривають це буде в плюс-мінус 7 місяців вес більше ста кілограм буде мій і покриває все якщо нормальні поросята нормально вона попоросилася все хорошо всталяю і далі якщо якісь нюанси убираю так же такі вопроси ви вакциніруєте поросят ні поросят я не вакцинірую вообще не вакцинірую то есть їм убираем хвости кусаем зуби кастрируем місі це кабанчики прокалюєм желізо ну і в принципі все і от коксидиоза і в принципі все і буває на десятий день повторяєм желізо ну і то буває ну не всегда хтось каже надо надо ви так робите так же вопрос яким ви подкислителем пользуетесь чи даєте ви подкислитель неяким я подкислителем не пользуюсь вообще і нічого я не даю поросятам малим тим хто на откорме ніяких подкислителей не даю потому что если пользуетесь бмвд чи премиксом там подкислитель есть ну и короче не бачу я надобностей давать подкислитель які ще вопросы по дезинфекции сарая дезинфекцию в мешках дезинфекцию я не купляю і дезинфекцию в сарай я не делаю я считаю то все мертвому припарочки нічого воно не дає то все знаєте як на розчитано аби продать я дезинфіцируюсь на даний момент мы помили полностью весь продол и все повимивали попшикали водой и с хлоркой и все вот так я делаю раз неделю раз півтори недели ну то есть зависимости от времени и по желанию больше я ничего не делаю ходить белым засыпать я не засыпаю то что я считаю если вы хочется продезинфицировать понасыпайте извести сухой если она у вас есть и будет результат той сами даже еще лучше ароматизатора что вы ой воно пахнет я рассыпал но это ароматизатор воно не влияет ни на что только на нюховые качества то есть вы нюхаете вам хорошо кажется что оно так и эффективно не то только ароматизатор то самое как два человека и той человек и той тихо духами подушився то нет так что они не люди люди одинаковые все просто того трошки пахнет есть ароматизатор короче а так если я вам сейчас скажу если деревянные полы у кого у меня тут бетонные то проблем немае а вообще если деревянные полы то может быть у поросят на ногах на копытах на колинках стерти раны такие типа как мозоли а есть переходы там на нос на все поросенка такие как бы сухие ранки як лешаи все деревянных полу деревянных доступ если деревянные полы там а то зараза вся заводится під досками и у поросят была такая болячка и по моему как саде волос то там надо робить дезинфекцию насыпать суху известь перед тем як запустить як будуть у поросята или же жидко пробу разводить с водой извести моющее средство и хорошо поливать вымывать хорошо чтобы аж туда попало в щели чтобы аж понабиралось а то есть на выводок хватает а потом следующий выводок так само цепко деревянные полы в кого на бетонах ну то есть як у меня поросята на бетонных полах то таких проблем нема коли в мене были поросята на деревянных полах поросила свиноматка проблемы были оце ранки на копытах все все как цедеоз прокаливали их то амоксицелином то тим то с ним короче была мудохня на деревянных полах перейшов на бетонні поросята перейшли таких проблем ну вообще просто пропали а вообще были и сыпал я была в мене и купляв и просто давали мені оцю суху дезинфекцию сыпал я ни хрена воно не помагала мені особо короче ото сухой изюстью засыпав или изюстью жидкостью моющий то есть якось так и все так же дивиться ну кто там дивится мух у мене в сарае практически нема ну як нема вони есть там може 50 штук может 100 штук десь летает ну вот бачу штучки три летает а так чтобы очень сильно мух не мая чего их нема то что на витяжках у меня москитная сетка на векнах москитные сетки ну я сам понабилал обычные сетки на дверях тоже обычно там летает три штуки тоже обычная сетка и мух грубо говоря не мая липучки були я их познимал бы они полностью по залеплялись они выселены недели 2 ну буду вишать а так чтобы сказать мушне замучивания такого нема ну короче атак думаю все всем рассказал на счет щелевого пола свиноматками я не считаю це нужным почему потому что от свиноматки от яка сидит у меня на норме от неї отходи ну лопата в сутки то есть не багато там даже лопати не будет пив лопати от у меня а то тачка вот эта тачка вот сейчас вечер я убрал за целый день пив тачечки я ее не вывозит ему завтра утром управлюсь доберу чтобы тачка была и вывезу то есть не багато так меня тут а и от корм есть а если сами свиноматки ну вот так допустим ци одних дуже мало там ничего проваливается тем щелевым полам то есть там ничего туда уходить все будет ну я считаю воно не будет так и эффективно да удобно хорошо свиноматки сухенькие чистенькие то не всегда дивлюся в кого есть щелевые полы не дуже таки чистки свиноматки то есть обычно грязная свиноматка я киус их то есть я не считаю щелевый пол нужный для свиноматок цей сарай у меня он как бы рассчитывался и сейчас рассчитанный для свиноматок то есть свиноматки на вольном выгуле пороситься переходят в станок поросятся и так взаимозаменяем зимой кое-якие клетки засаживать вот так штучки по четыре и от корма чтобы его просто теплее зимой себе сарай показав дуже теплый хороший эффективный витяжки работают на ура вентиляторе у меня никаких нема в сарае температура отлично не жарко не душно як сильно на дворі жарко как сильно на дворі жарко ну да так вечером в сарае ну як зайдешь там після якоїсь работы управляться то да вроде бы кажется душно ну они же не управляются не бегают как я они шо лежать а так и все им по низу особой там и не душно но тяне потому что тут открыто и сами векна открытие и витяжки тянуть то есть им тут а отлично ну короче таки як дуже жарко то я поросятам на день отключаю лампы чтобы они не нагревали цех дуже жарко я к так не дуже то хай горять бо я дивлюсь паросятов все равно там сидять ну короче думаю все рассказал все показал все что можно засняв он бачите лизерс туда значить ему там комфортно оценили а так а мат надо было вчера обезьяну не забрать воно ты мандюлей давал так ты сейчас бы сидел тише воды ось парося там не холодно я холодного не пейду утро переходят туда так отута сидять и погаситься ну короче ось допустим откорм у них в бункере есть и и они сами по себе так само ци на откорме у них в бункере там есть они едят та и все шо реакуце постоянно хряк кричатами ести бо хряк у меня вообще пив ковшечка утром пив ковшечка вечером больше ничего не даю бо он по на жире рожевее так же кто каже а че нельзя свиноматок кормить у волю ну вот свиноматка я и буду кормить у волю сколько она хочет она дужа набере вес то есть будет огромна у половину больше будет чем сейчас есть при опоросе це проблема во первых ей тяжело воно тяжело дуже во вторых как разворачивать два ряда в имя вона не может другий ряд развернуть оттого что дужа дужа здорово так у меня свиноматка лежит корме поросят раз развернулася поросята два ряда смокчать молоко а бувало так если же то то хай есть сколько хочет а вона только один ряд им даёт другий не может развернуться потому что вона дуже здорово таки свиноматки допустим мякевки они растут дуже быстро и здоровыми стоять гигантами поэтому их лучше держать на норме порося там хватает внутри вона сама развивается не голодна я просто по свиноматкам я уже знаю коли им хватает те что я даю коли не хватает вот как я утром дав вечером даю они поели и не кричать утром заходишь они еще не кричать а бывает таке как просто сыпну там что-нибудь бодись спешу то утром такий крик ну вона то есть голодна я уже знаю ну я их то своих свиноматок знаю сколько им надо для полного счастья хряк то и всегда кричатиме и чем дальше тем больше и больше ну хряк по любому надо хряк и мне надо не именно покрывать свиноматок он мне надо как для запаха то есть у меня свиноматки хорошо загулить с хряком очень хорошо то есть а ця загуляла ось бля хряка сидела очень хорошо та вообще отлично бо хряк там рядом и ця загуляла почула аж он кричит и запах его передается то есть все нормально а если я попокрывал всем греком хочу узнать я кишу ну короче думаю все рассказал все показал ну а мне надо там плитку доложивать тут короче проблема одна у меня произошла и надо что-то срабить и с этим станком и сюда я кусь может свиноматку потом переведу ну судя по всему наверно канторшу или канторша дождя поменяется с другой то есть друзья так всем спасибо за внимание и всем пока